Доброе-доброе утро! Мы приветствуем телекомпанию ТБН, в чью сетку венчание... Венчание? Вещание! Мы прям влетели, ворвались этим утром. У нас все хорошо, друзья. Привет, а мы из Нижнего Новгорода, церковь, посольство Иисуса. Катя, гость, приветствуем всех вас. Друзья, мы продолжаем говорить об удивительных вещах, и у нас вот никто в моей жизни, я не знаю вообще другого человека, который бы так подготавливал плавно нас к Рождеству. Катя, из-за того, что ты так вот все делаешь с Рождеством, мы забыли, что есть Новый год, и это настолько важно. У нас все елочки, все стоит, все украшено. Ой, у нас в зале красота, мам, попой, чуть-чуть покажем, когда выведем вас в эфир. Катя, вот расскажи, как мы подводим людей к Рождеству? Как вообще развилась у тебя эта идея? Ну, будучи, наверное, на втором курсе института, я однажды попала в Соединенные Штаты Америки. И когда я там была, я как раз была в рождественское время. И так получилось, что в это время как раз был такой мой процесс, когда Бог очень сильно работал с моим сердцем. Я еще не была верующая, но я попала в христианскую семью, где праздновали Рождество. И, наверное, очень большую роль это сыграло в моем покаянии потом. И с этого момента я поняла реально смысл Рождества, смысл этого праздника. И у меня отпали всякие идеи по поводу празднования Нового года, потому что Рождество – это действительно главный праздник для нас, как для верующих людей. Ну, то есть захватила атмосфера. Потому что многие люди в церквях, в других, я когда был, они говорят, ну, Рождество, вот один день у нас Рождество. Мы же благодаря тебе прямо делаем недели к Рождеству, к Рождеству, к Рождеству. И это идет очень интересно, как разгоняется атмосфера. Да, я согласна. И я думаю, что действительно нам нужно готовить наше сердце к Рождеству. А самое главное, что очень важно, что мы можем много сделать всяких благотворительных вещей, проектов. И посвидетельствовать людям через эти проекты, через наши разные служения о том, что Иисус родился в этот мир, в этот день. И Он родился не зря, чтобы спасти каждого из нас и принести благословение. Ну, на самом деле, потому что людей в церкви очень сильно цепляет атмосфера. И сегодня люди, приходящие в церковь, видят вот эти все елки, и мы ни в коем случае не называем их новогодними. У нас все рождественское. Да, у нас рождественское. И более того, в этом году у нас одна елка в фойе, которую мы поставили, она еще и благотворительная елка, потому что там висят такие красивые записочки. И каждый человек может снять эту записочку и купить подарок ребенку в рамках проекта «Рождественская елка-ангел», который мы уже много лет проводим. Кстати, это идея телеканала ТБН. И вот этот проект очень классно идет в Нижнем Новгороде. То есть мы ездим по... Давай еще раз просто напомним, потому что у ТБН есть постоянные зрители, а есть новые. То есть мы берем письма от людей. Да, из мест лишения свободы. Там находятся родители детей, дети находятся на свободе. И мы пытаемся как-то построить эту социальную связь между родителями, которые находятся в местах заключения, и детьми, которые здесь живут на воле. И, кстати, у них нет этой атмосферы Рождества. Многие из них не получают рождественских и новогодних подарков. Поэтому мы приходим в эти дома и приносим праздник, приносим подарок. То есть мы на свой счет покупаем им подарок, который они написали в разумных пределах. То есть Феррари мы не дарим. Нет, Феррари не дарим. Маленькую желтую дарим. Да, можем. Вот, поэтому они пишут. И мы как бы от отца, от матери, которые сидят в тюрьме, мы дарим им. Ну, круто, это же вообще отлично. А еще приносим, кстати, открытку от родителей, рождественскую, где родитель пишет о своих чувствах, о своей любви к ребенку. Иногда читаешь эти открытки, реально просто плачешь, потому что понимаешь, что многие родители сидят 10 лет, 15, 20, а ребенок здесь находится на воле, живет с бабушкой, с дедушкой или с опекуном. И реально многие из них не получали подарков. Ты приносишь этот подарок, и дети, они радуются даже конфетам, которые мы приносим. Ну да, я даже знаю истории, когда наши волонтеры приходят, а за все прошлые года все подарки, которые мы же приносили, стоят на определенном месте, как от родителей, как на Рождество, и даже не трогают, они просто как это, некое украшение вспоминания. Это потрясающий проект. Кроме этого, у нас еще есть один тоже удивительный проект, который когда-то родился в моем сердце, он называется «Кто родился в этот день». И этот проект, он также проповедует Евангелие, и мы просто делаем такой красивый рождественский концерт. В этом году у нас будет 27 декабря. К нам приезжает Дмитрий Шлетгауэр, группа «Шарфы» с рождественской программой. И мы просто зовем, приходим в дом, дарим людям билеты на этот рождественский концерт, приглашаем в эту рождественскую атмосферу и дарим красивую упакованную Библию с открыткой. Тоже такое у нас в этом году, она очень красивая, с классным текстом. И она тоже проповедует о Боге, просто говорит, что в этот день родился Иисус. То есть в этом году у нас прямо, ну мы, ты знаешь, Кать, хотел бы заметить одну такую вещь, когда мы из славы в славу. То есть мы раньше и своими силами что-то делали, а сейчас у нас подключаются, в том числе какие-то другие общественные организации. У нас концерт, мы приглашаем всю группу Дмитрия. То есть это, ну мы масштабы-то расширяем, расширяем, и будем собираться, и дальше жить в нашем замечательном здании. Да, это будет очень круто, поэтому, ну, так, что еще у нас есть из рождественского? А еще в этом году у нас такая классная есть штука, и мы поставили большой баннер, за что я благодарен Богу. И вот сегодня у нас это начало работать, то есть люди, они могут приклеить стикеры, написать, что Бог сделал в этом году для них. И знаете, я уже сейчас пришла в церковь, и уже очень много стикеров, где люди пишут о чудесах, которые Бог сделал в жизни людей, потому что наш Бог – это Бог чудес. То есть там прямо можно подойти и почитать свидетельства. Да, свидетельства людей о славе Божьей. Я был недавно в церкви в одной в городе Казани, в нашей церкви посольства Иисуса, у них вывешены точно так же, распечатаны, но они там ламинируют, у них прям целая такая доска. Очень интересное свидетельство, ну реально ты смотришь, и ты видишь, что в жизни людей, ну Бог живой, даже иногда, когда в твоей жизни кажется, что все уже не так, и ты приходишь, читаешь, и понимаешь, что Бог продолжает. Вчера, сегодня, вовеки тот же. Да, это будет очень круто. Друзья, поэтому в церквях, где вы находитесь, дома, создайте сами себе атмосферу Рождества, потому что поставьте елку, нарядите, как-то вот принимайте участие в рождественской елке ангелов, потому что когда вы с подарком куда-то идете, вот это как раз есть атмосфера Рождества, подарить кому-то. Конечно, мы-то думаем, что атмосфера Рождества, это когда мы что-то ждем, вот сейчас будет, и мы все как потребители, как обычно, но вспомните, когда Иисус родился, к нему принесли дары. То есть люди, а Рождество было отдать что-то, подарить, и сейчас очень много всего интересного, и цены, кстати, в магазинах, ну можно даже как что-то купить. Я недавно увидел идея для подарка. Слушайте, носки веселые, с оленями, со всеми делами, ну можно позволить, но я попробовал просто подарить нескольким людям, они въезжат, ходят в них, и это тоже как атмосфера Рождества. Да, я вчера, кстати, купила носки рождественские. Конечно, нет, это очень круто. И подарки тоже купила, носочки, здорово, идеи вообще классные. Они греть тебя будут до следующего Рождества, будешь ходить по дому в них, это очень круто. Поэтому, друзья, делайте это в церквях, разгоняйте атмосферу. Вместо того, чтобы многие изгоняют бесов из елки, надо ее сделать рождественской, и бесы сами уйдут. Согласна. Это депрессия, вот это все уйдет, и будет атмосфера вот этих чудес, потому что все-таки, ведь Рождество всегда атмосфера чудо какого-то. Я согласна. Это будет круто. Поэтому, друзья мои, делайте это очень круто будет. У нас еще будет, еще раз, давай посмотрим про... У нас будет и детский праздник рождественский. Кстати, тоже мы не делаем новогодний праздник, мы всегда делаем рождественский праздник для наших детей. У нас будут рождественские богослужения, тоже, кстати, с Дмитрием Шлетгауэром, он будет петь здесь в воскресенье 29 декабря. И у нас будет рождественская ночная молитва вечерняя, прямо в 24 декабря, в день Рождества. И потом здорово, когда мы все пойдем куда-то попить чай вкусный рождественский, покушать. Это классная традиция, помолившись и прославив Бога. Поэтому следите за нами. У нас вся информация всегда есть в соцсетях. Мы рассказываем об этом очень много. Мы рассказываем о том, что сейчас идет адвент, это время подготовки к Рождеству. Находите нас в соцсетях. И еще раз говорю, мы онлайн остаемся после собрания, когда закончатся трансляции. Мы молимся за нужды, присылайте их. И мы молимся за неделю, которая грядет. Поэтому обязательно, друзья, приходите. Ну что, мы в зал. Там сейчас замечательная пропасть нашего пастора. И следите, подписывайтесь на нас. Мы собрания будем проводить бесконечно, всегда в одном и том же здании. Все у нас будет хорошо. Аминь. Давайте. До встречи. Нет таких, как нам Бог. Нет таких. Церковь, ты веришь в это? Давай пошумим для него. Я верю, что Господь приготовил что-то особенное для каждого из нас. Аллилуйя. Давай еще пошумим. Аллилуйя. 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 Драгоценное, сейчас особенное время. Мы будем еще молиться и поклоняться. Кому нужна особенная молитва, выходи сюда вперед. Мы будем молиться, пребывать в духе. Аллилуйя. Поклоняйся сейчас Господу. Верь в Него так, как никогда еще не верил. Поклоняйся так, как еще никогда не поклонялся. В духе истины. Прибываем в Тебе, Царь, Царей. Господь Господствующий. Перед Тобой склоняюсь я, всемогущий Бог. Источник утешения я нашел у Твоих ног, как Ты велик. Перед Тобой склоняюсь я, Ты любовь моя. Перед Тобой склоняюсь я, всемогущий Бог. Источник утешения я нашел у Твоих ног, как Ты велик. Источник утешения я нашел у Твоих. Нет Тебе подобного. Источник утешения я нашел у Твоих. Источник утешения я нашел у Твоих. Источник утешения я нашел у Твоих. Перед Тобой склоняюсь я, Ты любовь моя. Как ты, нет тебе подобного Перед тобой слоняюсь я Ты любовь моя Перед тобой склоняюсь я Всемогущий Бог Поднимай сейчас руки свои Источник утешения Я нашел у твоих ног Как ты велик Нет тебе подобного Перед тобой склоняюсь я Ты любовь моя Как ты велик Как ты велик Нет тебе подобного Перед тобой склоняюсь я Ты любовь моя Ты любовь моя Ты любовь моя Мы поднимаем в тебе наши руки Господь Наши сердца принадлежат тебе Господь Милость твоя Господи благодать и истины Да будет с нами со всеми сегодня Пусть Господь мой твое присутствие Сегодня освобождает Приносит нам свободу и жизнь Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа Аминь Давайте воздадим славу царю Спасибо прославители Спасибо Максим Спасибо братья Я приветствую вас всех На втором богослужении Библейского центра Посольства Иисуса Поприветствуйте друг друга Присаживайтесь в любви И все кто смотрит нас онлайн На телекомпании ТБН Кто смотрит нас на Бог ТВ На других ресурсах Мы рады вас всех приветствовать Слава Богу за каждого человека За всех кто на балконе За всех людей кто пришел в первый раз В любом случае Бог правит и царствует Аминь и мы благодарны Что он с нами сегодня Друзья мои У нас как вы наверное Вам известно что Пока подвешенное состояние С нашим собранием Поэтому мы не знаем Где будет следующее богослужение Возможно здесь же Возможно и мы верим что здесь Надеемся Но в любом случае Надо осознать что Каждый из нас Должен принадлежать Домашней группе Потому что если ты Принадлежишь домашней группе Ты принадлежишь семье Ты принадлежишь клетке И тогда что бы не было Где бы что не случилось Ты всегда знаешь что Есть дом и церковь живет Каким то образом дальше Но я удивляюсь что У многих людей Церковь ассоциируется Непосредственно со зданием Вот ассоциируется С каким то единственным местом И люди так мыслят порой Они говорят Ну все здания нет Церковь не пойду Слушай ты что Не понимаешь что Бог Он не в рукотворных храмах живет И не требует служения Рук человеческих Это не я сказал Это в Библии сказано 17 глава Деяния апостолов А я тут как то Недавно прям буквально Иду в банк Вот прям сколько 300 метров отсюда Выхожу из банка Девушка на меня смотрит Такая О вы этот Вот вы этот Я говорю Видимо я этот Точно Видимо Я говорю Так а как ты Вы этого узнали Она А я в церкви В Саранске В церкви была Там где то полгода А сейчас переехала В Нижний Новгород Ну и что то И что то какую то мне муть несет Знаете Что удивительно что иногда Не просто Вот ты как пастор думаешь Что люди не понимают Иногда мы пастора этим грешим Думаем что до людей не можем донести А удивительно что люди тебе что то говорят Ты никак не понимаешь Думаешь кто из нас ненормальный И я говорю Слушай Вот 300 метров отсюда Есть церковь Она Ну я вот переехала уже Сколько то месяцев Да и что то я Ну я же в Саранске в церковь хожу Я говорю Дело логика В Саранске То есть ты приехала Пойми церковь живет Если ты нормальный человек Любящий Господа Ты в любой ситуации Найдешь церковь В любой Вот где угодно Поедешь на конец земного шара Там ты найдешь верующих людей Приедешь в Турцию В Грецию На Кипр Там ты найдешь Церковь Потому что церковь это люди Поэтому друзья Вот в такой сложной ситуации Мы бы хотели Чтобы каждый из вас Имел как то контакт С церковью Вдруг у нас будет В другом зале В другом месте Обязательно Будьте на связи С своими Домашними группами Хорошо друзья Я приветствую вас всех Еще раз И хочу чтобы мы Перешли к слову И это слово Было в соответствии с месяцем Наш месяц Декабрь Мы взяли слово Спасение 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 это принципиально Важное Важное Откровение для каждого Человеческого сердца Спасение людей Но что такое Спасение В чем смысл спасения Как нужно спастись Вот об этом и поговорим Открываем сразу Сразу с вами Местописание Это Лука Лука 13 глава И читаем с вами 23 стих Но пока вы открываете 13 главу 23 стих Ничего Все нормально Я подумал Я во время проповедия Скажу лучше Лука 13 глава 23 стих Некто сказал ему Иисусу Господи Неужели мало Спасающихся Вот такая простая фраза Уже прозвучала В то время В древнем Израиле Когда народ ходил с ним И люди уже тогда говорят Иисус Неужели Мало Спасающихся То есть они явно Обратили внимание Что не большинство Принадлежит Истине Не большинство Знают истину Но к сожалению Меньшинство Потому что у людей Сегодня в этом потоке Информации Огромное количество Представлений Огромное количество Религий Огромное количество Увлечений И люди как будто бы Забывают о том Что они когда-то умрут А статистика смертей Я всегда говорю Звучит удручающе Оказывается Из ста человек Умирает сто И вот люди Уже в то время понимали Так вот За чертой смерти Там же что-то есть И там нужно как-то Это изучить И вот все религии на земле Со всех времен Они всегда говорили О Боге Вот что они думают о Боге Как представляют Бога Сегодня до сих пор Люди говорят Ну как же Ну все религии Любят Учат добру Ну во-первых Начнем с того Что не все религии Учат добру Начнем с этого А во-вторых Ну и коммунисты Тоже учат добру И какие-то другие Социалистические партии Учат добру И любая мама В самой отдаленной деревне Не знающей даже Никакого Бога Тоже учат добру Потому что Ощущение добра Есть у каждого человека Но можем ли мы Спастись благодаря Каждой религии И мы теперь вспоминаем Такой момент Иисус однажды Сказал такие слова Очень рисковатый Он сказал Я есть путь истины И жизнь Евангелие от Иоанна 14 глава 6 стих Заметьте Вот только вдумайтесь Иисус заявляет Что-то такое Громкое Резкое Даже Наши бы уши Тогда восприняли Как надменное Он говорит Я есть путь Истина и жизнь И никто не приходит К отцу по другому Как только через меня Я есть дверь овцам То есть другими словами Он говорит Спастись можно Только через меня И это же подтверждают Потом апостолы Петр в первой своей проповеди В Иерусалиме Говорит Нет другого имени Под небом Которым бы надлежало нам Спастись Только Христом Вот представьте Вы пришли к доктору К одному У вас какое-то заболевание Неизлечимое Вы пришли к доктору И доктор вам выписывает Рецепт и говорит Ну вот нас в институте Так учили Вот это вот Принимайте Потом вы приходите К второму доктору Тот тоже говорит Ну вот и это тоже поможет Но капли совсем другие Потом третьему тот говорит Ну вот еще Примочки делайте И так далее И ты вот чувствуешь Как-то все о твоей болезни Как-то вроде болезнь не проходит Какая-то атмосфера непонятная Но вдруг ты находишь Одного доктора Профессора Такого хорошего Человека Который с опытом И вдруг он тебе говорит Страшные слова Он говорит Заболевание Смертельное Но Я прошел этот путь Я специалист И вдруг такие резкие слова Я единственный специалист Который вам поможет Все до этого Куда вы ходили Это все Экспериментация Это просто люди Экспериментируют Как они учились И так далее Только если будете слушать Мои рецепты Вот мое Тогда выздоровите И у вас возникает вопрос Поверить ему Либо сказать Очередной болтун И так далее Возгордившийся врач И ты вышел из этого врача Но проблема так и осталась Вот то же самое представление Сегодня Когда люди говорят Да религий много На самом-то деле И никто Или малое количество людей Углубляются в эти религии Чтобы по-серьезному В них разобраться И если они приравнивают Христианство Ислам Буддизм И другие религии Ставят все на один ряд Тогда внутри самого христианства Есть слова Что никто не спасается Другим именем Кроме Иисуса Христа Иисус говорит Я только путь истина и жизнь Все Нет другого пути Тогда нам надо сказать Либо ты болтун И я пошел другим врачам Экспериментировать Либо надо поверить А если поверить Значит понять Что это единственный путь И вот тогда Ученики спросили его Слушай Иисус Что так мало людей спасается То есть они даже осознали Говорят Так что спасение Оно не для всех Оно для всех Но не все им пользуются И смотрите дальше Иисус приводит такой пример И говорит 24 стих Подвязайтесь войти сквозь тесные врата Другими словами Он говорит Приготовьтесь Подвязайтесь это Приготовьтесь Что К спасению Путь узкий О нем не будут говорить С экранов Телевизоров Не будут висеть везде Плакаты Спасать И все будет хорошо Вот по этой причине Большинство людей Не воспринимают церковь Как что-то серьезное Они не воспринимают Воскресное богослужение Как что-то важное Для жизни Они считают Это знаете Альтернативой Но Он говорит Ибо сказывай вам Многие поищут войти И невозмогут Говорит Наступит момент Когда вот после Эти черты Которую мы перейдем Однажды Захотят Но невозмогут И притчу говорит Когда хозяин дома Встанет Затворит дверь Тогда вы стоя вне Станете стучать В дверь И говорить Господи Господи Отвори нам Но он скажет вам в ответ Не знаю вас Откуда вы Тогда станете говорить Мы ели и пили Пред тобою И на улицах наших Ты учил Удивительно Иисус говорит Вот когда двери Бух закроются Тогда люди будут говорить Эй впусти Ну нам нужно к тебе войти И смотрите какие аргументы Мы ели и пили перед тобою И на улицах наших Ты учил Другими словами Да вот как то вот твое имя Оно как то крутилось рядом Что-то Христос Иисус На уроке философии сидишь Атеисты говорят Иисус не Христос Он не воскресал Деву Марии не зачинало Потому что это невозможно С точки зрения науки Ты уходишь с института Приходишь в церковь Тут какие-то иконы Христос нарисован Потом опять Христос Иисус Рождество Крисмас Песни рождественские Все что такое Христос Вокруг Вот он в обществе Вокруг Вот он в ушах у всех Гремит песни рождественские Поются Иконки стоят С Иисусом И все висят Этот человечек на шее Распятый Половина людей Даже не знает его имени и фамилии И понимаешь Люди вот в этом живут Но он так и не стал Их спасителем Вы здесь дорогие мои? И он говорит страшные слова Смотрите Он говорит 27 стих Но он же скажет Говорю вам Не знаю вас Вот это удивительно Вот вы где-то крутились рядом А я вас не знаю У вас так было много вариантов Религии Всякие религии Всякие конфессии И каждый заявлял Что именно его конфессия Самая правильная А он говорит Я лично не знаю вас По этой причине Спасение Всегда приходит только Через личную встречу С Иисусом Когда он становится Твоей путеводной звездой И твоим спасителем Иисус 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 Нет другого имени Под небом Каким мы могли спастись Ни пастором Ни конфессией Горе нам Когда мы начинаем говорить Что наша церковь Самая правильная Не может такого быть Просто не может быть Какой-то церкви Самой правильной Есть люди Которые ищут Христа Вы здесь дорогие Надеюсь Но люди Многие умудряются Узурпировать Каким-то образом Приватизировать Христа И натянуть В свои формы Национальные Но религия Она пахнет дурно И человек может думать Что он спасается Лишь потому что Принадлежит К посольству Иисуса Слушайте Принадлежность К посольству Иисуса Не решает проблем Принадлежность К Христу Решает проблемы И поэтому Если что-то мы говорим О спасении То первое Что вы должны запомнить И знать Первое и самое важное Только Христос Есть путь Истина и жизнь Все остальное Религия Под словом Религия я подразумеваю Непозитивные вещи Религия которая Ну украшает Нашу жизнь Как-то Она обряды Помогает исполнить Крестить Венчаться Там еще что-то сделать Похоронить Все эти обряды мы сделаем Они в разных Национальных из всех разные Но знать Христа Что он путь истина и жизнь Это Это Не каждому дано Не то чтобы с небу А не каждый Даже хочет Им удобно жить Вот в этих своих Убоющих вещах Сказках Что якобы они как никогда не умрут И копят И копят Здесь на земле И копят Есть другая притча Прям на главу пораньше Только мы об этом говорить Сейчас не будем Об этой притче Что человек Скопил все А Иисус говорит ему Безумный В эту ночь Заберут у тебя душу Кому достанется все Что скопил Такие простые слова Вроде все ясны Но Иисус говорит Ну безумный И вот это правило Так и работает до сих пор Такое чувство Что безумцев больше Чем людей Со здравым смыслом Иисус что продолжил Он сказал В Бога нужно богатеть Богатеть в него В его откровение Богатеть в вечность И только тогда Будешь иметь надежду Недавно что-то еду На такси Что-то дети машину забрали Когда дети растут Знаете начинают забирать И вот я на такси еду И вы знаете Когда я в такси езжу Я с таксистами разговариваю Там где-то Приходишь в магазин С людьми разговариваешь Вообще мне так забавно Когда с многими из вас Я общаюсь И вдруг кто-то родственник Какой-то такой Бука стоит Там еще мутюкнется Пару раз И я вижу как Некоторые из вас Там из людей из церкви Они Ой пастор мы понимаем Ты таких слов не слышишь Твои девственные уши там А ну вот он так матерится У нас Да дедушка бывает И думают что я какой-то Небожитель Живу в какой-то знаете Атмосфере Где я ничего подобного не слышу А я порой думаю Что я как лингвист Я даже слышу И мой словарный запас В варианте матного языка Русского матного языка Даже больше чем у любого из вас И к чему я это рассказываю Что ты это все слышишь Ты садишься И вот я сажусь с таксистом Люблю я эти истории Я люблю таксистов Это срез нашего общества Понимаете Таксисты разные И вот сажусь Едет парень азербайджанец Едет И он такой религиозный И редко так бывало в жизни Что мне начинают проповедовать Обычно я как-то проповедую Как-то А тут он мне И он Слушай я тебе сейчас все объясню Курит как паровоз Дымища На все Причем он вставляет там какие-то Ну там такие словечки Кавказско-матерные Знаете они как-то звучат даже по-другому Я говорю Я сажу говорю Слушай курить перестань Я не могу Я пропахну сейчас дымом уже всем Но вижу Знаете я что увидел Страсть Какая страсть в парне И он мне Объяснить не может Слов не хватает Но я понимаю Другой язык Он слушай я тебе фильм на русском покажу Вообще Попутаешь все Плакать будешь Аллах тебе прям в хвосте придет Вот давай я тебе покажу Я ну давай Спорить с ним не стал Он мне включает И вот я смотрю и думаю В чем же люди живут Вот что у него там с ним происходит С этим парнем Какую у него там суть вообще у него внутри Он мне включает А вот сейчас отрывок смотри Отрывок это из фильма Это потому что шииты лучше чем суните Суните заблуждаются А вот шииты они точно знают Исну У нас самая правильная религия Давай Включил мне Хороший парень добрый Едем смотрим И он такой Я прям смотрю Аж слеза течет как Не могу прям Вот сразу вот смотри Показ мне на телефоне поставил Мы с ним едем Я говорю только ты с дорогой следи правильно Он такой Да слеза течет смотри Я смотрю Знаешь Я вообще вся атмосфера Маловменяемая Сама по себе Я сижу в куче дыма Какой-то парень мне Через слово мат говорит Что я должен что-то узнать Истину Ну ничего На ломаном русском Смотрю Знаешь там Откуда-то по пустыне В садик скачет В садик Слезает Мечет встает Другой какой-то из пещеры Выходит пророк Нет нормально снято Все хорошо В лучших формах Голливуда И он там Али Он Да это я Он ему Ты знаешь что сказал Аллах Ты будешь знаменем ислама Али Это говорю тебе Я там Ибн Хусаин Дабл Ибн Абхадахаб Сабхаб Ну я не помню там что-то такое Я думаю да ты что И он вот видишь Слезы текут Слезы видишь Он сказал Али значит все Али победит мир Знамя ислама Ну я уважаю все религии Ко всем хорошо отношусь Ислам Все Я говорю курить перестань Я задыхаюсь понимаешь Ладно Мы размотали это все Едем Я парню говорю Ну если ты говоришь об истине Я говорю Ты же в грехах живешь сам У тебя же грехов Наверное немерено Он слушай с восточной такой мудростью Говорит Я покрылся ими с ног до головы Весь в грехах покрылся Я говорю Ну если ты весь в грехах покрылся Весь Говорю Представь ты придешь к Аллаху Вот ты придешь к нему К Творцу неба и земли Как ты говоришь И весь ты покрылся вот этими грехами Наша даже русская пословица звучит так Что Ложка дегтя портит бочку с медом И говорю Ты придешь туда А ты весь в грехах Ну как святой Бог возьмет тебя всего в грехах Смотрю парень Еще нервнее закурил Можно вторую закурю Я говорю Ну подожди не кури И он Слушай ну вот ты мне объясни Я ему просто простую вещь говорю Понимаешь Что то с твоими грехами надо делать Вот просто с ними что то нужно делать И вот второй пункт Который я хочу донести до вас И он же звучит так Только Христос забрал наш грех Я говорю Понимаешь только Иисус Вот был единственный пророк Тот который вышел из пещеры Я его не знаю Кто он там Ибн Сахаб Может быть какой то чудный пророк Но говорю Я его не знаю Но даже ты знаешь Ису В своей же в Коране есть у вас Иса пророк И вот он забрал наш с тобой грех Твой и мой Он взял как губкой стер Шук-шук со стола грязь И впитал в себя Когда он пошел на крест Он пошел для того Чтобы умереть за наши с тобой грехи Потому что грехи Омываются только кровью Тело омывается водой А грех омывается чьей-то жизнью И жизнь была самого Господа Смотрю я говорил ему простые слова Этот парень сидел Опять слезы протирает уже И я думаю Удивительно что слово Божие Оно касается всех Я не знаю сказал ли я сегодня Слово проповеди Но мое проповедь так и называется Каждому нужно спасение Каждому нужно спасение Независимо от его религии Независимо от его представления о мире Спасение нужно Потому что без Христа мы потеряны Вы знаете горе нам всем Если мы приходим в церковь Лишь только потому Чтобы получить что-то от Бога Я всегда эту мысль говорю Да Бог исцеляет Бог спасает Вернее исцеляет Дает работу Господь Дает прорывы Чудеса Но это бонус Бонус это когда Что-то тебе дали Вдобавок Просто еще прибавили Одна женщина ко мне сегодня На первом собрании подошла И мне было очень приятно Это услышать Она говорит Пастор у меня был Говорит шум в голове Очень сильный И когда молились вот здесь Ну не я молился Кто-то говорит молился За меня Она говорит шум прошел А я с ним жила 20 лет Говорит А у меня раз его и не стало в голове Она говорит счастье какое Вы даже не представляете И я в сердце радуюсь Думаю как чудесно Что Бог действует в жизни людей Что-то проявляется Какие-то его чудеса И знамения С другой стороны Я четко осознаю Что это лишь бонус Просто бонус Опять история из Азербайджана Вчера пошел Пошел на рынок Покупаю фрукты всевозможные И покупаю гранатовый сок И вот мне дают гранатовый сок бутылку Я его беру И говорю спасибо Заплатил Отхожу Этот азербайджанец мне говорит Слушай вот тебе еще гранат дополнительный Я говорю зачем Я же заплатил за бутылку Он бонус Я взял бонус И иду с этой бутылкой с гранатом Думаю как глупо Если бы я заплатил деньги ему за бутылку А взял бы только гранат Ну нелепо было с моей стороны Так ведь Да и продавца Этого даже Ну обидел бы и продавца Сказал тут еще ненормальный что ли Заплатил Это я тебе от сердца хочу еще дать дополнительный Чтобы ты просто радовался Дополнительный гранатовый яблоко Я иду с бутылкой и с яблоком Думаю за бутылку я заплатил А это бонус Вот так же и здесь Исцеление твое Восстановление Прорыв жизни Работа Семья Бонус Просто бонус Ну так многие приходят за бонусом А бутылку оставляют за которую было заплачено Христос заплатил за тебя И дал тебе бутылку гранатового сока Чтоб ты радовался За что заплачено то возьми Спасение Самое главное И смотри что дальше говорит Возвращаемся 27 стих Иисус говорит скажет вам Не знаю вас откуда вы Отойдите от меня делающие Все делатели неправды И 28 стих Там будет плач И скрежет зубов Когда увидите Авраама Исаака Иакова И всех пророков царских божьих А себя изгоняемыми вон Ужасно Представьте Иисус говорит Вот представьте Авраам Исаак Иаков И другие люди которые знают Христа Они войдут в двери А вы Которые вот Играли в религию Он говорит Вас оставлю за дверью Тоже ужасно И тоже пример из жизни Вот представь Ты шел У тебя была какая-то религиозная конфессия Какое-то представление И вдруг раз И Христос говорит Я тебя не знаю Ты говоришь Подожди Я же тебе только что говорил Мы на твоих улицах сидели Пили Ели пред тобой Мы же Мы же все вокруг тебя Все иконы у нас стояли Ну все было вокруг тебя Как же так то Мы на твоих улицах даже играли Иисус говорит Я тебя не знаю И говорит Иди вон Где будет плач И скрежет зубов Вы знаете сейчас частое такое явление Очень частое Когда люди садятся на самолет Вот хотят улететь за границу Летят в отпуск И вдруг Прямо перед посадкой на самолет Таможенная служба проверяет там что-то И говорит У вас неоплаченные Такие-то штрафы И так далее И не пускают на самолет И вот люди порой С кем я встречался Возьмем Суммируем из всех историй Сделаем одну Потому что я этих историй Слышал массу Сделаем одну Семья летит в отпуск Дети Многодетные Муж, жена Садятся на самолет Все У них проплачено все Город Кемер Пальмы Их ждет отель Все включено Год работы И они садятся Говорят пастор Так все прекрасно И вдруг чик Мужу говорят А у вас неоплаченные долги Или там жене например Ну возьмем мужа Неоплаченные долги Смотрите Вам нужно отойти Человек говорит Подождите, подождите Я сейчас оплачу Это не так много И я не могу не полететь Ему говорят Нельзя Самолет не ждет Все Садимся и улетаем И каждый раз Когда я разговаривал с этими людьми Для них всегда была такая трагедия Они говорят Трагедия Тебе нужно решать с семьей Она остается Или летит Чаще всего семья все-таки улетает А ты стоишь И смотришь Как самолет взлетел И ты в аэропорту И они говорят Трагедия И один из них говорит И я вдруг осознал Не дай бог такое случится Вот там За дверью А это может случиться Очень легко Бык Встал А тебе говорят Неоплачено за тебя Как неоплачено? Я же на улицах На ваших танцевал Я же денег давал Я же там Покупал там всевозможные Я же храмы строил Не знаю вас Ауфидерзейн Ужасно Смотрите что рассказана история Которая Потрясла вообще Весь средневековый мир Люди Средневековые перестали читать Библию Они настолько увлеклись Религиозными обрядами Что вот реформаторы 16 века Вернули Библию И одна из самых Удивительных притч Которая перевернула Мышление людей Особенно в средние века Это была притча о богаче И Лазаре Лукаш 16 глава И читаем с 19 стиха «Некоторый человек Некоторый человек был богат Одевался в порфиру и весон И каждый день пиршествовал Блистательно Жизнь у него была Блистательная Как сегодня у многих Ну блистательная жизнь А рядом написано Был некоторый нищий именем Лазарь Который лежал у ворот в струпьях его И желал напитаться крошками Падающими со стола богача И псы приходя Лизали его И так мы видим Что вот этот бедный человек Он не вызывал симпатии в то время У тех, кто находился рядом с ним Знаете почему? Потому что мы уже через призму христианства Мы думаем Вот к нему какое-то должно быть Особое почтение, доброе Но в то время И если ты встретил бы такого человека сегодня Наверное почтения бы не было Потому что что-то в его жизни случилось Ну тяжелое, плохое И вероятно он сам был виноват Потому что Лазарь Это был человек из народа израильского Народ израильский имел Мало того обеспечения Плюс ко всему Они все верили, что Бог их благословляет Почему Лазарь оказался в нищете? Не знаю Но вероятно из своих собственных проблем Может спился Может жена ушла от него в свое время Он стал употреблять наркотики Потом из-за этого Потом попал в тюрьму Но факт тот, что Вот он пришел в такое состояние Он нищий Он под столом И он явное проклятие для всех окружающих Рядом человек богатый, блистательный Это явное благословение на нем То есть если я богат Если я успешен в Израиле Очевидно меня Бог благословляет И вот такое мышление Оно осталось и до сегодняшнего дня Средневековое мышление Что человек богатый Он видимо как-то и с Богом договорился Он как-то и купит какой-то храм может быть Что-то построит Какие-то украшения золотые сделает для храма Может священника возьмет на оплату Ну как-то богатые люди Они обычно дают церквям, скажем Они жертвуют в церкви Они благословляют И проблема в том, что с их душой Происходит некий трюк Человек обманывает сам себя Вдруг живя в коррупционной системе Он может думать Слушай, так и с Богом можно договориться Ну договорился же я как-то с Иваном Ивановичем Там губернатором какого-нибудь там Куала-Лумпура Ну значит как-то и с Богом можно Только с Богом как-то по-другому Раз что-то Ну с Богом надо вот остров купить какой-нибудь Такой религиозный Там памятник поставить какой-то религиозный Какому-нибудь святому Прохору Все золотом обложить Там священника нанять на свои деньги И еще храмик построить И ты думаешь Да вроде все правильно Ну ничего такого дурного в этом нет Но внутри Ты договорился с самим Богом Что ты купил себе место спасения И вдруг эта притча Она все разбивает Вот разбивает все наши представления И знаете что самое страшное Что люди живут в этом мире И думают что они неравны Перед Богом на этой земле Ну что там нищий Лазарь дал Во-первых его жизнь несчастная Из-за его собственных грехов Ну что он Он и так спился И так-то он несчастный И у него денег-то нет на церковь отдать Вот он там сидит А я неравен ему не только на этой земле Я не буду ему равен Послушайте И на небесах Мы тоже будем неравны Потому что когда мы придем К Богу Которого я проецирую Через призму Ивана Ивановича Губернатора Куала-Лумпура То соответственно Мы когда встанем с ним То губернатор конечно скажет О-о-о Дорогой Так ты же столько построил На Проходи в Царство Небесное А ты Был алкоголик Ты спился Крошками питался Ты на земле жил как свинья И там будешь как свинья Смотрите что удивительно 22 стих Умер нищий И отнесен был Ангелами Нарлона Авраамова Написано что он умер И вдруг его почему-то несут в рай Почему возникает вопрос Вот почему Здесь ничего притча не говорит Но исходя из всего Нового Завета Он попал в ситуацию Видимо точность такую же В какой был и преступник Который висел на кресте Рядом с Иисусом Что он сделал хорошего Ничего Ничего Его жизнь была поганая Но он висел на кресте с Иисусом рядом И сказал Помяни меня в Царстве Твоем Я человек грешный То есть другими словами Он висел с Иисусом рядом И он познакомился с Ним Нете ли слова Иисус сказал Не знаю вас А тут он его узнал Иисус говорит Ныне говорю тебе Будешь со мной в раю Система ценностей У Бога вообще другая Он говорит на языке покаяния И как ты хочешь жить в будущем Насколько ты расстаешься со своим прошлым И насколько ты говоришь Я хочу быть благословенным в будущем Знать тебя лично Это основа моей жизни Вот это самый центральный момент Богач же Все купил Все у него было хорошо Его религия работала без сбоев Он думал что он Самой правильной церкви в мире И просто не задумывался И смотрите Бэм Звучит как удар Умер и богач И похоронили его Чик И тот умер И тот умер Оказывается смерть Она приходит ко всем Вот удивительно Удивительно Но где кто окажется В разных местах Прямо вчера Умер человек Легенда Вчера В христианском мире Мир его не знает Вот удивительно Что с годами Мы все больше и больше Расходимся с миром Все больше и больше Умер Райнхард Бонке Это известный проповедник И когда я читал Вот о нем О его смерти Я на него проповедях вырос Я читал его книги Я вдохновлялся Это 90-е годы Я помню как Я потрясался его свидетельством Парень в 9 или 8 лет Получил откровение Будучи 8-9 летним ребенком Немцем По национальности Получил откровение О том что Он спасает Африку На тот момент Африка Это была Земля Где правили всем Шаманы Люди совершенно жили Ну как сказать Совершенно бесправно Между собой Ну дикие народы О чем там говорить Это даже В 20 веке все было Белые люди Все что приносили в Африку Они приносили туда Только раздоры Колонизацию И мало того Еще выкачивали ресурсы И в рабство знаем Что продавали Вот чем славилась Африка И Райнхард Бонке Получил откровение Увидев карту Африки Однажды Будучи ребенком И увидел Как кровь омывает Африку Шук И он осознал Что это кровь Христа Представьте Задание От Бога пришло Вот такое Огромное задание На целый континент Ребенку Если вдуматься Это даже Глупо как-то Ребенок Может перемолился Может наверное Маме рассказал Об этом откровении Мама наверное сказала Сынок Ну ты давай Поспокойнее А то кончишь Каком-то религиозном Фанатизме И кончишь вообще Какой-нибудь Психиатрической клинике Но он в это поверил Восемь в девять лет Представьте И человек Который вышел Из нации Принесший В 20 веке Большие Разрухи Человечеству В лице Третьего рейха Вдруг человек Этот немец Приехал В Африку Начал Миссию Стал развивать Эту миссию И сегодня Чтобы вы услышали Десятками Миллионов людей Исчисляются люди Которые Лично приняли Христа Благодаря Райфорду Бонке Благодаря Его огромным Крусейдам Он делал во всех городах Сначала Он начинал с нуля Он начал просто С маленькой миссии В Йоханнесбурге Потом дальше И дальше И потом Во всех городах Крупных Проводил Евангелизации Которые порой Насчитывали некоторые До полумиллиона человек Приходили полмиллиона Сегодня у нас Третье богослужение В церкви На третье приходят Африканцы Они приезжают Уже многие рожденные Свыше люди Они учатся в университете И мы их здесь окормляем Они приходят Как они спаслись Они спаслись Потому что им рассказали родители Иисус спас Но через Райнхарда Бонки И вообще Удивительные истории Я просто удивляюсь Насколько мощно Действует Действует кровь Христа Даже в самых сложных условиях Когда колдуны Африки Собрались Знают Они духовную силу знают Колдуны знают Они не живут в атеизме Они не в светском государстве живут И один колдун говорит Принесите мне хотя бы Что-нибудь с одежды Райнхарда Бонки Вот что-нибудь Говорит Принесите И он умрет точно Мы будем колдовать И он точно умрет Когда Райнхарда Бонки Об этом рассказали А он готовил как раз Евангелизацию Он говорит А где живут колдуны У них сейчас сбор Там-там-то Сбор Он сел на машину Приехал к ним туда Приехал Поел яблоко Как и рассказывают Он кушал яблоко И подошел к главному колдуну Говорит Вот яблоко Колдуй Говорит Чтоб я умер Но я пришел Для того чтобы ты спасся Все колдуны Которые там стояли Они были в ужасе Потому что все африканцы Их боятся Он сделает что-то Какие-то манипуляции духовные И люди реально умирают Где угодно Если есть контакт с человеком Представьте Этот пришел На, ешь мое яблоко Что хочешь делай Вот тебе Колдуй сколько хочешь Колдуны в ужасе Говорит Разбежались А другие упали там на колени И плакали о покаянии И потом колдун говорит Когда ты вошел С тобой вошел какой-то свет В духовном мире Мы поняли Мы потерянные все Мы все погибнем Если мы хоть что-нибудь сделаем И Райан Хорбонки говорит Знаете почему? Потому что я знаю Кто со мной Тот кто во мне Больше того кто в этом мире Это Христос Вчера он ушел на небеса Человек легенда И я сейчас думаю Сегодня целый континент Поменял свое мышление Нельзя сказать Конечно полностью Но огромное количество Спасенных людей Благодаря тому Что кто-то сказал Я хочу проповедовать Спасение Спасение Иисуса Христа Аминь Следующее Почему мы верим Что только во Христе спасение Почему только в нем Почему не в других религиях Следующий момент Именно заключается в том Что Что только Христос воскрес И вот об этом мы сейчас Дальше поговорим Возвращаясь к Лазарю и богачу И так написано Смотрите 23 стих Мы про богача говорим Богач умер Похоронили его И в Аде Будучи в муках Он поднял глаза свои Смотрите Богач умер И в Аде Уже в Аде Я всегда людям говорю Только представьте Еще тело не остыло Ему еще наряжают В одежды Гуччи там Знаете Одевают пиджак Красивый Ему приглашают Там Красивые похороны Я всегда кстати Удивляюсь о похоронах Насколько наш взгляд Извращен Как наши глаза По другому смотрят Смотришь Умер как криминальный авторитет То как ты думаешь Он оказался Где Написано В Аде Будучи в муках Еще ему песни поют Еще с цветами стоят Другие бандиты приехали Еще там все остальные Собрались Речи читают А он уже в Аде Пиджак еще здесь лежит Одежда В гробу Это его внешний вид А душа его Уже в Аде Будучи в муках Он поднял глаза свои И увидел вдали Авраама и Лазаря На лоне его Представьте Что он перепутал У него всегда В системе ценностей было Что этот несчастный Алкоголик Который был И жизнь свою разрушил Он вдруг Понимаешь ли На небесах Как такое вообще произошло Как Господи Я что-то в жизни Ничего не понял Как так произошло А Господь говорит Так ты в сердце-то не смотришь Ты смотришь на внешнее А он покаялся Он попал на репцентр Услышал Слово Божие Читал там Писание Да у него был цирроз печени Попросил прощения И умер Прям там В репцентре Недолго он прожил Но умер А ты прожил свою жизнь В таком богатстве Ты всегда крутился Вокруг имени Иисуса Но так и не узнал И поэтому ты сегодня в Аде И он говорит Смотрите Написано Авраам сказал ему 25 стих Чадо вспомни Ты получил уже доброе Твое в жизни твоей А Лазарь злое Ныне же он здесь Утешается А ты страдаешь И сверх всего того Между нами и вами Утверждена Великая пропасть Так что хотящие Перейти отсюда К вам не могут Так же оттуда К нам не переходят Он говорит Все Вот за той чертой У кого был паспорт Вот того небесного царства Тот туда и вошел У кого не было Этого паспорта И визы Тот туда не попал Поэтому Что я могу сделать Все Уже не переходят Нельзя уже Естественно самолет Он уже улетел Ты даже если хочешь Если даже заплатил Уже свои долги Бежишь к этому К пожарнику К пограничнику Пожарнику Практически одно и то же Подбегаешь и говоришь Слушай Все Все Я оплатил долги Пустите меня в самолет К моей семье Говорят Он улетел И он не Карлсон Не обещал вернуться Все Улетел Тогда сказал он 27 стих Так прошу тебя Отче Пошли его в дом отца моего Вдруг он говорит Пошли в дом отца Там что-то в доме моего отца происходит Он вдруг стал проповедником Прямо из преисподней И говорит У меня пять братьев Пусть он засвидетельствует им Чтобы они не пришли В это место мучения Говорит У меня пять братьев Там еще живет Они вообще не парятся Вопросами вечности Они просто деньги зарабатывают Они там на Пасху приходят На Рождество Рождественские песни поют На концерт приходят Все нормально Но они не думают об этом Сделай что-нибудь И интересно что делает Аврам Аврам сказал Да и кстати удивительно Пусть засвидетельствует им Чтобы они не пришли В это место мучения Удивительно что он Определяет свое место Как место мучения Мы часто вот не понимаем Думаем что ад Это еще тоже так непонятно А он говорит Нет это место мучения Там страдания Там скрежет зубов И говорит Аврам сказал ему У них есть Моисей И пророки Пусть слушают их Моисей это Библия Потому что Моисей написал Первые пять книг Первые пять книг Были написаны от его имени Слово Божие И пророки Это те пророки Которые сегодня С телевизоров С экранов телевизоров Я не знаю там откуда Из интернета В проповеди В воскресенье Проповедуют Евангелие На основании как раз Моисея То есть не свои учения Религиозные А библейские На основании Библии Очень понятные Пожалуйста читайте Проповедники есть Церкви существуют По всему миру И проповедуется Евангелие В разных странах Но смотри что он ответил Но он сказал Нет отче Авраме Вот тут ответ весь Нет Да не слушают они их Не слушают Неинтересно им Когда мимо такие деньги проходят Ну какая церковь Посольства Иисуса Ну когда я уже купил Там себе место на небесах Оплатив целый храм Ну какая Чего я буду сидеть Среди этих несчастных И слушать проповеди Вот этого вот идиота Который в ботинках ходит Высоких Зачем мне это все Мне это все неинтересно вообще Я лучше доплачу За меня помолятся Помашут к отделам Прыгнут там что-то Видео снимут Скажут А там ты знамя Господня Все за меня сделаю Сколько стоит Вопрос цены Смотрите Нет Но У него приходит идея в голову Вдруг послушайте Приходит идея Он говорит Из ада Прямо говорит Авраам Ну идея у меня есть Но если кто из мертвых воскреснет Вот бы кто-то Так вот ошарашил Бах Воскрес из мертвых Пришел И сказал Вот Я воскрес И пожалуйста Поверьте моему слову И тогда они спасутся Удивительно Тогда Авраам Сказал ему Если мы Сея пророков Не слушаем Он говорит Пойми Вот если человек Внутри Ему неинтересна Тематика Спасения Ему вообще Неинтересна Библия И он не хочет жить По библейским ценностям Он уже все купил Коррупция стала частью Его жизни Он даже договорился С Богом На уровне коррупции То даже если кто Из мертвых воскреснет Что написано Не поверят Но знаете что самое страшное Самое удивительное Что Бог Это все таки сделал Выполнил его задачу Он сказал Если кто воскреснет Авраам говорит Не поверят Но я сделаю И Иисус воскрес Он воскрес И люди его видели И сегодня на Пасху Вся земля ходит и говорит Воскрес Христос воскрес Не эти ли слова Мы говорим друг другу на Пасху Воскрес Христос И все яйцами стукаются И облопы друг об друга И красят яйца И что только не делают на Пасху Все радуются Что Христос воскрес И никак не поймут Что с Ним еще надо познакомиться Кроме того что Он воскрес Он воскрес ради твоего спасения Чтобы изменилась твоя природа Вы со мной дорогие мои Вот именно по этой причине Возвращаясь Что каждому нужно спасение Каждому Нет на земле никаких исключений Потому что Иисус сказал Я есть путь истинной жизни Никто не приходит к Отцу Как только через меня И самое главное Самое главное Почему мы знаем Что Он нас спасает Почему Потому что мы видим Изменение природы человека Когда человек приходит ко Христу Изменяется его природа Он начинает жить другими ценностями Он понимает Что добро и что зло Да он делает ошибки Потому что наша природа греховная Никто из вас никогда не будет святым Как Иисус Мы не добьемся своими делами Никогда Но что у нас есть Наша природа Новая Христова Начинает обличать нас Она начинает говорить Ты неправильно поступаешь со своим мужем Что Писание говорит Почитай мужа своего Ты неправильно относишься к твоей жене Потому что Библия говорит Люби жену свою Родители Вы раздражаете детей своих Откуда это? Со страниц Библии И начинает говорить в твоем сердце В сердце вдруг Библия начинает говорить Ты способен освободиться От всех зависимостей Наркотических Алкогольных Зависимостей Любых зависимостей Люди будут думать Что ты сумасшедший А ты просто радуешься Потому что Просто солнце встает Что у тебя радость от молитвы Они даже не понимают Что такое радость от молитвы Кстати Приглашаю вас на молитву Приходите В пятницу молитва Была потрясающая молитва Я люблю молитвы ночные Если я в городе Я всегда на ночной молитве Субтитры сделал DimaTorzok